Поговорим немножко о военной и военно-политической обстановке, которая складывается в Украине и вокруг нашей страны. И начнем мы тоже день памяти павших наших борцов сегодня за территориальную целостность и независимость нашей страны. И сегодня Украина вернула на родину из временно оккупированных территорий 84 тела павших наших украинских военных. Их передали родственникам для дальнейшего захоронения уже здесь в Украине. Так что вот такое. Но все равно люди числились. Это в основном у нас этими вопросами занимается комитет по вопросам, уполномоченный по вопросам пропавших без вести. И соответственно он сообщил о том, что была достигнута договоренность и был произведен обмен телами. А вообще контакты происходят на уровне спецслужб. Как службы безопасности Украины, так и Центра специальных операций или Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и других спецслужб. Разведка. Тут все участвуют, спецы в этих переговорах по обмену пленными и по обмену телами убитых воинов. Далее тут Греция решила передать нам, ну может передать, точнее греки заявили, что они могут передать Украине свои танки «Леопард». Речь идет примерно о 100 машинах. Это самая, будем говорить, лучшая версия танка «Леопард-1». Версия А5. Они находятся в эксплуатации в Греции. А они хотят в замене этих танков получить что-то более современное. По данным издания обмен леопардов первых греческих может получить, Греция может вместо этих «Леопард-1» получить модернизированные танки из итальянских запасов по принципу один к одному. То есть на 100 леопардов они отдают, 100 леопардов они допустим хотят получить взамен. При этом Германия возьмет на себя расходы по полному капитальному ремонту на греческих предприятиях или в любом другом месте по выбору правительства Греции произвести ремонт вот этих леопардов первых перед передачей их Украине. Так что не так, что нам там выведут из боевого состава и отдадут то, что есть. Нет, там будет проведен капитальный ремонт и танки после капремонта с заводом будут переданы для дальнейшей эксплуатации в составе вооруженных сил Украины. Далее тут надо отметить Южная Корея объявила тоже планируемые объемы помощи Украине в 2024 году. Они в 8 раз превышают нынешний. То есть то, что сегодня в 2023 году Южная Корея помогает, в 8 раз больше помощь планируется на 2024 год. В целом планируется оказать помощь Украине на 394 миллиона долларов. То есть почти на 400 миллионов долларов. Из них 100 миллионов на реконструкцию, 200 миллионов на гуманитарную помощь. Но имеется в виду 100 миллионов на реконструкцию, я так понимаю, на восстановление Украины. И 100 миллионов будет предоставлено через международные организации на различные виды помощи. Возможно социальные или что-нибудь такого. Далее Министерство иностранных дел, точнее средство массовой информации Турции, со ссылкой на источники в аппарате президента Турции Эрдогана, сообщает о том, что Эрдоган додавил Путина. Потому что Путин побоялся ехать в Турцию. Потом, помните, я вам рассказывал, там была очень интересная ситуация. Эрдоган пригласил Путина. Путин побоялся ехать. Но и потом вдруг со стороны Турции пошла информация, что если настоящий Путин не может по состоянию здоровья приехать в Турцию, или боится по каким-либо причинам, хотя Эрдоган дал гарантии, что Путин не будет арестован на территории Турции согласно международного ордера уголовного суда, то двойника присылать не надо, человека похожего на Путина. И если здоровье Путину или какие-то другие причины не позволяют выехать с территории России, то Путин готов приехать в Россию и определиться. Долго упирался Кремль, долго они думали, предварительно назначили на 8 сентября встречу в России, то есть Эрдоган приедет. Ну а сейчас уже появилась информация, что встреча состоится в Сочи 4 сентября. Об этом сообщил один из турецких телеканалов. Президенты во время встречи обсудят новую формулу для зерновой сделки. Ее по информации журналистов постарается выработать МИД Турции. Он был в Киеве, кстати, на прошлой неделе. И скорее всего какие-то договоренности здесь у нас были достигнуты. Теперь эти договоренности будут обговаривать Эрдоган и Путин. Но Эрдоган, видите, он лично, он настоял, он заставил организовать его встречу в России, потому что им надо переговорить с Путиным. Ну и я думаю, что зерновая сделка это может быть только повод. Переговоры могут быть намного шире, в том числе, естественно, и о войне. Хотя мы уже практически нашли канал и видите, у нас уже второй балкер прошел до Босфора с нашим зерном. И все прошло хорошо, без участия Российской Федерации. И теперь у меня вот две новости, которые претендуют обе на вишенку на торте. Но, наверное, начнем с Рима. Папа Римский в очередной раз проявил свои расистские навыки и фактически поощрил Россию в ее захватнической войне против Украины и убийстве нас, украинцев, как нации. Ликвидации нас, украинцев, как нации. Он в своей проповеди призвал, что Россия является наследником Великой Матушки России, что они имперцы, что им надо гордиться тем, что они имперцы. Сказал им идти в полный вперед, ни перед чем не останавливаться, продолжать фактически войну. И что он их поблагодарил за способ быть россиянами. Вот такая вот пространная фраза. И что они потомки Великой Империи. Но это уже не первый, не побоюсь этого слова, за шквар Папы Римского. То, что он двигает расистские нарративы, это в принципе уже не ново. Вспомните крестный ход, в начале массированного вторжения расистских войск в Украину, когда он поставил русскую и украинку нести один крест. То есть, либо он не понимает разницы между украинцем и россиянином, что это абсолютно две разные нации, и ментально, и психологически, и традиционно, и исторически. Нет у нас там ничего общего. Это миф Советского Союза, что все народы братья. Он сейчас, вот эти старые коммунистические идеи продвигаются. Потом вспомните, он говорил, что надо услышать Россию, что это великая держава, и что надо слушать то, что говорит Путин. И вот сейчас очередной вот такой вот выпад, фактически, поощрение убийства одной нации другой нации. Фактически, он сказал, идите вперед, вы имперцы, гордитесь этим. Вот так прозвучало. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на слова Папы Римского о молодых россиянах как потомках Великой Империи. И наше министерство заявило, что именно такой империалистической пропагандой Кремль оправдывает убийство тысяч украинцев и украинок, и уничтожение сотен украинских городов и сел. То есть Папа Римский за 18 месяцев кровопролитной войны ни разу не высказался в поддержку Украины, и не сказал, что Путину, что надо вывести войска, чтобы прекратить войну. То есть он постоянно продвигает нарратив. Но самое интересное, что нет реакции Ватикана до сих пор. Не знаю, может сегодня к вечеру появится или завтра появится реакция Ватикана. Но Ватикан не реагирует. Они действуют по принципу собака лает, а караван идет. И дальше продолжают помогать Путину захватывать нашу территорию, создавать морально-психологический климат в этой империи, для того, чтобы идти вперед и гордиться тем, что они имперцы. Но появилась тут история на уровне детектива уже начала развиваться. Есть такое издание «Детектор Медиа». Так вот, это издание сделало заявление, что часть речи Папы Римского Франциска об имперском величии России является аудиомонтажом. Поскольку именно на этом моменте картинка не совпадает со звуковым рядом, а звук этой фразы отличается от остального аудио. И они пишут, что российские пропагандисты неоднократно искажали переводы речи иностранных медийных лиц, подгоняя их под свои цели, пишет издание. Доказательством монтажа называют также то, что эта часть речи отсутствует в официальном тексте, опубликованном Ватиканом. Ну так давайте тогда оригинал записи речи, чтобы ее могли перевести и эксперты в разных странах, и знающие язык люди, и услышать, и убедиться, в чем же был смысл слов, или какие именно слова произносил Папа Римский. Ватикан молчит. А какие слова тогда присутствуют в речи Папы Римского вместо тех, которые были смонтированы. То есть вот такая вот, на мой взгляд, пока неудачная, я бы сказал, попытка оправдать еще раз расширские наклонности, или попытку, не попытку, а призывы, я бы сказал так, призывы Папы Римского в разжигании большой кровопролитной войны. Фактически он поощряет Рашистскую империю на дальнейшее убийство нас, украинцев, и захвата наших территорий. Вот такая вот история. И вторая история, которая тоже, на мой взгляд, претендует на вишенку на торте. Вообще, здесь история печальная. Почему? Потому что Ватикан позиционирует себя как Папу Римского, как духовного лидера католического мира католицизма. И там же количество католиков больше миллиарда. И как же тогда чувство верующих, значит, им что надо поддержать своего духовного лидера и сказать России forever, вперед, убивайте украинцев. Как же так? Большая часть католического мира помогает нам, Украине, сражаться с этим расширским злом. А духовный лидер, как они считают, католиков, призывает к захвату и убийству. Захвату чужих территорий и убийству граждан соседнего государства. Христиан. Кстати, тоже христиан. У нас вера христианская. Хоть мы и не католики, но мы православные христиане. Вот такая вот печальная ситуация. А вторая новость более-более ободряющая. Дело в том, что приближается сентябрь месяц, и обычно в этот осень, и обычно осенью проводились учения Запад. Раз в четыре года, помните, да, они там с определенной цикличностью. Запад, там такой-то, Восток такой-то. Проводились масштабные учения Рашистской Федерации и Республики Беларусь. Так вот, и такое уже пора бы объявить о том, что эти учения вот-вот будут. Они же плановые эти учения. Это не то, что там вот захотели и провели. Нет, это плановые учения, которые запланированы заранее. Так вот, Россия отменила большие военные учения из-за недостаточного количества войск. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. Ну, если это Министерство обороны Великобритании, значит это британская разведка. Потому что, ну, откуда у министра данные? Только от британской разведки. Так вот, совместное учение вооруженных сил России и Белоруссии, которые должны были состояться в сентябре, и его считают главным ежегодным событием военного календаря Москвы, которое проходит с 2010 года. И за этими учениями всегда следит НАТО, потому что на границах НАТО. Но тут Россия, вероятно, отменила учения Запад-2023 из-за того, что у нее слишком мало войск и техники. Ранее стало известно, что россияне перебросили на Купинское направление около 100 тысяч солдат. То есть, в Российской Федерации на сегодняшний день нет войск для проведения совместного с белорусами учения. Вот такая вот ситуация. А где же там адепты русского мира писали в комментариях, что 250 тысяч сидит на полигонах. Почему бы их не обкатать в Белоруссии на учениях? Почему бы не продемонстрировать НАТО этому несчастному или противному НАТО не продемонстрировать четверть миллиона резерва, который сегодня есть у Российской Федерации? Вот такая вот интересная ситуация. То есть, Россия даже не в состоянии сегодня провести совместное учение. Ну, будем говорить так, более-менее среднего или... Я уже не говорю о большом масштабе. Ну, хотя бы среднего масштаба. Не могут. Нету войска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова